Здравствуйте, уважаемые телезрители! Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Мы работаем для вас в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях председатель Совета ветеранов Ленинского городского округа Сергей Байков. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. 27 января исполняется 80 лет со дня те блокады Ленинграда. Я знаю, что для вашей семьи эта дата очень многое значит. Расскажите, пожалуйста. Для моей семьи действительно эта дата особая, как день воинской славы. Дело в чем? Дело в том, что мой отец встретил войну 22 июня 1941 года в должности командира пулеметного взвода, младшего лейтенанта в Ленинграде. И вплоть до снятия блокады Ленинграда воевал на Ленинградском фронте. Дед мой банифат похоронен на Пискаревском кладбище. Еще будучи в Суворовском, я вот сейчас к конгуру подступаю, когда я, зная историю своей семьи, и рассказывала с отцом, мы так серьезно переговорить не смогли, но с рассказов матери, и слушая тогда еще живших с нами блокадниц, которые пережили все эти годы, к конгуру поступает, когда слушаешь рассказы очевидцев, как все это было на самом деле во время блокады, какая была взаимопомощь, самоотверженность людей, как люди помогали друг другу, как на фронте все было, как бойцы помогали детям Ленинграда. Вот такая личная история у меня есть, и поэтому эта дата особая и для нашей семьи. В нашем муниципалитете какие-то будут мероприятия приуроченные? Да, конечно. В нашем муниципалитете в подавляющем большинстве школ пройдут и разговоры о важном, и тематические мероприятия, посвященные этой дате. 30 числа у нас пройдет января мероприятие ВКЦ с участием учащихся в Колледже Московия и с участием наших ветеранов-блокадников. Они, к счастью, еще часть ветеранов наших в строю и активно работают со школьниками, и активно участвуют в уроках мужества, проводимых в наших школах. Сколько у нас их? К сожалению, всего 11 человек. 11 человек. Из них 5 жителей блокадного Ленинграда самым активным образом принимают участие в военно-патриотической работе, в работе с молодежью, со школьниками. Активно присутствуют в школах. Отдельно хочу спасибо сказать Минаевой Наталье Алексеевне, которая присутствует практически на каждом мероприятии, когда ее приглашают. И очень хорошо рассказывает о тех годах. Она хорошо помнит и блокадный Ленинград, и очень хорошо, доходчиво. Дети слушают с открытым интересом ее рассказы. Какие-то, может быть, вы перескажете ее рассказы? Вы знаете, я могу просто в общем сказать. Именно в своих рассказах она передает ту атмосферу, в которой они жили в то время. Как они помогали друг другу, как уходили их друзья. Ту боль, которую они испытывали, голод, который до сих пор они помнят. И поэтому они настолько бережно относятся и к хлебу, и к еде, чего лишены как бы все мы. Мы не понимаем подчас, что такое хлеб, насколько его ценность. Когда в определенные моменты раздавали суточную норму, было 125 грамм на одного человека. И то не чистого хлеба, а со жмыхом. Это один кусочек. Да, один кусочек, да. И поэтому такие рассказы, они важны для школьников. И важна как память. Надеюсь, что после вот таких мероприятий активно будут изучать этот период блокады Ленинграда, ну и вообще ход Великой Отечественной войны. И понимать героизм как ополченцев, как наших воинов, так и жителей блокадного Ленинграда, выставивших вот эти вот ужасные годы. Уже, к сожалению, очень мало людей у нас, блокадников. Давайте все-таки расскажем вкратце, может быть, о каждом из них. Ну, вы знаете, вот Лучкова Клавдия Ивановна, она у нас таких блокадников, ну, которые вот в сознательном возрасте 15-20 лет, 25 лет. Я поэтому привел как бы в пример то, что я слышал в Суворовском военном училище. Это было 78-77 год. Тогда были и те, которые пережили блокаду 20-25 лет, и 30 лет пережили блокаду. С взрослыми людьми, да. Да, уже взрослыми людьми. И были с нами эти, конечно, там рассказы были более такие детальные, да. И вот некоторые блокадники, когда встречались с нами суворовцами, они иногда просто не могли говорить 3-4 минуты, потому что заново переживали вот эти все годы. И вот Клавдия Ивановна, она встретила ребенком, и что самое интересное, она четко помнит все эти годы, да, и хорошо доносит, как ребенка, да, она 37-го года рождения, но вместе с тем, да, она вот запомнила основные моменты именно Балкадного Ленинграда. Все-таки там 4 года, 5 лет, да, но в памяти врезалась, и остались те моменты, и голод, и как они выживали, как было холодно, как им передавали с фронта бойцы, часть своих пайков они получали. Ну, в общем, вся вот эта атмосфера. А так вот мы периодически общаемся и вот с Раисой Петровной Бариной, с Белугиной Галиной Ивановной, со многими другими, которые к нам приходят в совет. И мы постоянно вот с ними разговариваем, как бы делимся. Ну, в основном, знаете, как бы рассказывать, когда они рассказывают о том времени, у них к ком горло подступает, да, иногда они не могут говорить, когда вот окунаются именно в то время, 42-43 год. Несмотря на то, что уже больше 80 лет. Да, уже много, да. Когда начинают разговаривать, тут же память возвращается и заново переживает вот весь этот ужас, который вот там вот был. Но вместе с тем, как бы, и тот героизм, и отмечают именно стойкость наших людей, которые выстояли вот в эти тяжелые годы. На самом деле много встреч проходит с блокадниками. Вот как вы считаете у школьников, видите ли вы у них вот отклик, интерес к этой теме? Вы знаете, на проведении урока мужества, вот когда говорят о блокаде, да, рассказывают о блокаде, и когда выступают, одно дело рассказать там с фильмами, одно дело, когда рассказывает педагог, да, а другое дело, когда выходит участник тех событий, даже в молодом возрасте, и рассказывает какие-то факты, и рассказывает о себе, о своей жизни в этом блокадном Ленинграде, и смотря вот на лица школьников, понимая, что их это трогает. Именно когда выходит участник, они не только фильм, а вот в комплексе, когда проводятся такие уроки мужества, их это трогает, я просто видел в глаза, ребят, очень внимательно, очень внимательно слушают, да, и как бы видно, что это все не зря. То есть не мимо них проходят вот эти вот уроки мужества и вот эта информация, и слова наших ветеранов. Сергей Сергеевич, расскажите подробнее о совете ветеранов, сколько там сейчас человек, вот все ваше закулисное, жизнь, общение, помощь. Да, и хочу добавить, что вот завтра по теме наших блокадников, завтра мы в Совете ветеранов с участием администрации собираем наших жителей блокадного Ленинграда, ну, кто сможет, конечно, прийти, кто сможет выйти из дома, собираем, для них будут выступать и дети, для них будет и музыкальная программа, участвовать будет Татьяна Юрьевна Классникова, за чайным столом, ну и посидим, поспоминаем, ну и поздравим. Мы вручим им медали, посвященную 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. А остальным жителям блокадного Ленинграда, вот, шесть человек, мы именно в день воинской славы 27 января, составом всех, я лично и членом президиума, будем лично ездить и поздравлять каждого на дому и вручать медали. Замечательно. Традиция. Да, всегда. И дело в том, дело в чем? Дело в том, что вот эта работа не только приурочена к дате 27 января, да, она проводится, ну, в течение года, посвященная и блокаде Ленинграда, и Дням воинской славы, вот, которых у нас много в течение года. Говоря о ветеранской организации, ну, сейчас вот активистов в нашей ветеранской организации, это не полный состав наших ветеранов, а те, кто активно участвует, ежедневно участвует в ветеранской работе, их 3124 человека, если вот сказать... Это мы говорим о Ленинском округе. Да, о Ленинском округе. Это большое число. 3124 человека, это те ветераны, пенсионеры, ветераны труда, военные пенсионеры, ветераны воинской службы, которые активно участвуют именно в ветеранской работе, военно-шефской работе, в организационной работе участвуют. А вообще их насчитывается более 10 тысяч, те, с которыми мы имеем обратную связь, с тем, с которыми общаемся, те, которые приходят в Совет ветеранов, ну, время от времени, да, и те, что знают, есть ветеранская организация, и которые приходят, кому-то нужна помощь, кому-то посоветоваться, кто-то просто зайдет чайка попить. Вот таких более 10 тысяч. Вот как бы так. Какая помощь, вот, на самом деле, может оказываться? От общения до, может быть, до какой-то уже практической помощи? Вообще, знаете, практическая помощь, вот, что касается наших ветеранов войны, это ветераны труда, это малолетние узники фашистских концлагерей, это жители блокадного Ленинграда, значит, ветераны войны, труженики тыла и фронтовики. Что касается вот социального обеспечения и всего остального, у нас вот за все время, которое вот я работаю в Совете ветеранов, избрали меня вот 4,5 года назад, не было ни одного случая нарушения прав. Ну, ни одного. А так жители приходят по семейным делам, ну, просто посоветоваться, может быть, изложить какие-то свои личные моменты, высказать что-то, может быть, кого-то послушать. Ну, есть такие, которые и жалуются, ну, это проблемы ЖКХ, но они решаются, то есть администрация, когда мы принимаем какое-то обращение ветерана и пишем в администрацию, вот, и сообщаем в администрацию, проблемы решаются, ну, я не знаю, там, один день, два дня, ну, это максимально. Да, и большинство, 90%, решается просто одним звонком, ну, полномоченному сотруднику, который отвечает за тот или иной участок работы. Вот. Помощь такая всесторонняя? Нет, всесторонняя помощь, ну, оперативная, так скажем, да? Очень оперативная. Вот. А так, работе, у нас запланировано много проведений мероприятий, вот, в будущем году, у нас на 14 апреля принято решение, недавно на Совете ветеранов будет проводиться конференция, на которой будут наши делегаты от всех 16 первичных ветеранских организаций, порядка 150 человек. Будем утверждать новый состав Совета, новый состав Президиума, ну, новый устав и переименование организации. К сожалению, у нас вот в составе Совета, вот, за 4,5 года много людей ушло, вот, практически 40% состава Совета, они были труженики Мунтыла, участники Великой Отечественной войны. Ну, к сожалению, время нас не щадит, они ушли, и поэтому мы будем обновлять состав Совета, состав Президиума, чтобы двигаться дальше. Сколько сейчас в муниципалитете участников Великой Отечественной войны осталось? Участников очень мало, по-моему, 14 человек, я уже сейчас, я цифры вот так вот не помню, значит, малолетних узников 18 и порядка 152, я вот сейчас могу в цифрах запутаться, труженики тыла, очень мало. Если 5 лет назад у нас и активно были в Президиуме Совета Ветеранов, участники войны, то вот сейчас вот, ну, и мало кто из них, как бы может принимать участие во встрече со школьниками и в активной жизни ветеранской организации. Они не выходят из дома, да, так понимаю? Да, да. Ну, мы стараемся, конечно, мы поддерживаем связь, вот, и администрация, никто не оставляет без внимания, и ко всем дням воинской славы, и к 9 мая всех поздравляют на дому, кто может подходить даже к окну, проводятся и концерты, спасибо огромное, да, и управление культуры, администрация. Замечательная традиция, да, всем нравится. Очень душевная. И отзывы, да, и отзывы не только от самих ветеранов, но от их родных и близких. От всех свидетелей. Да, от всех свидетелей. На самом деле, совет очень активный, постоянно у вас ведется подготовка к различным мероприятиям, к 9 мая, к памятным датам. Расскажите, пожалуйста, как это сочетается. Ну, да, к памятным датам, но у нас по плану работы, у нас к памятным датам, во-первых, у нас делаются и тематические мероприятия, тематические публикации, которые направляются и в Винновские вести. Самая основная работа у нас – это военно-патриотическое воспитание. Мы идем в школы молодежи, да, участвуем. В обязательном порядке, это самая главная часть нашей работы. Конечно, есть работа социальная по поддержке наших ветеранов, да, ну, то есть поддержание связи, помощь тем, кому она необходима. Да, ну, возможно, хотя такие случаи было мало, ну, материальная помощь тем людям, которые оказались в трудной ситуации. Мы решаем президиум совета и выделяем материальную помощь, конечно, небольшую, но которая может как-то помочь человеку. Вот. Стоит сказать, вот, что в прошлые года мы выходили с инициативой в администрацию о создании стены памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас все жители города Видно и Ленинского городского округа могут посмотреть на реализацию вот этой вот инициативы на Аллее Славы. Вот. И мы проводим, продолжаем работу по выявлению наших погибших земляков. Дело в том, что сами списки всех погибших, они выводились по официальным данным, которые имелись в военкомате на день формирования. В 2003 году книга выходила, потом, чуть позже, на 5 лет, как бы еще одна книга, ну, то есть добавление к списку погибших. Но стоит сказать, что вот с момента открытия проекта «Электронная книга памяти» мы установили 18 фамилий наших земляков, которые погибли, да, но которые не были учтены в книге памяти. И мы в оперативном порядке доносили их на стену памяти. И там можно посмотреть, что после буквы «Я» окончания списка, там еще много фамилий, которые совсем не по алфавиту. Это те люди, которых мы нашли, и поисковики нашли, родные, когда смотрят публикации, приходят к стене памяти и не видят фамилию погибших своих родных, жителей нашего городского округа, поднимают архивные документы, которые у них остались, передают в Совет ветеранов. Мы рассматриваем документы и выходим с инициативой о довнесении в список. Я так думаю, что эта работа будет продолжена, потому что очень много сейчас и поисковые отряды, очень много обнаруживают останков наших солдат и устанавливают их имена. К сожалению, там… Вот я приведу один пример. Мы донесли на памяти Байкова, Байкова, однофамильца моего, Алексея Федоровича. Его обнаружили в окопе поисковики Смоленской области. Пять человек там было, у четырех, причем они подряд открывали медальоны, первый, второй, третий, четвертый открывают, ничего нельзя почитать. А вот пятый медальон открыли. Читаемо, да? Читаемо. И откуда даже он? И оперативно связались с нами, мы перепроверили, к сожалению, родственников не удалось его найти, но по тем материалам, которые нашли поисковики по этому медальону, мы его тоже внесли на стену памяти. Сейчас он на этой стене памяти выгравирован. Его имя, его вековечено. Вот как бы пример, как мы работаем. Но я думаю, что это будет работа продолжаться и не один год. Она бессрочная. И не один год, к сожалению, да. И с этой точки зрения война продолжается, пока не похоронен последний солдат и не выкалечена его память. Сколько сейчас фамилий в книге памяти? Значит, сейчас 8247 фамилий. И они увеличиваются. Сергей Сергеевич, вот вы затронули тему поисковики. Вообще, в вашей организации волонтеры большую помощь оказывают? Ну, не, вы знаете, волонтеры оказывают помощь. Вот я приведу примеры, допустим, во время пандемии. Да, они вместе с нами поддерживали наших ветеранов. И огромное спасибо и низкий поклон нашим волонтерам. Потому что, ну, пожилые здесь у нас есть, те, кто проживают с родными и близкими, ну, проблем, может быть, и не возникало бы. А много очень одиноких. Там ветераны управления образования, просто ветераны труда, одинокие люди. Вот у нас был Саша Виктор Федорович, недавно ушел из жизни. И вот волонтеры сильно помогали и приезжали на дом, приносили продукты, поддерживали ветеранов. Ну, в общем, огромное им спасибо. А так волонтеры, понимаете, у нас же сейчас и первичной организации много молодых, ну, так скажем, молодых, да, ветеранов военной службы. И это и Совет ветеранов поселка Петровска, это и ветераны органов внутренних дел УМВД России по Ленинскому городскому округу, ветераны гарнизона пожарной охраны, ну, и другие, где молодые ветераны. И мы стараемся, вот так вот, когда какая-то помощь либо что-то вот в такие вот форс-мажорные моменты, едем туда. Ну, и управление культуры, конечно, тоже помогает. И волонтеры тоже присутствуют. И на мероприятиях тоже, когда требуется их помощь. Со стороны официальных властей какую помощь ветеранам оказывает муниципалитет? Ну, вот я уже сказал, да, при обращениях, при выявлении каких-то проблем у наших ветеранов, да, и которые зависят, их решение зависит от каких-то оперативных служб не только администрации Ленинского городского округа, но и тех служб, которые расположены на территории, обслуживают территорию. Это окружной отдел социального развития, это МВД и так далее. Все вопросы решаются даже без письменных обращений, буквально звонком к какому-то ответственному сотруднику. То есть, внимание в нашем муниципалитете к ветеранам просто огромное. Плюс к этому ежегодно выделяется субсидия на помощь в организации вообще ветеранского движения, которое включает в себя и такие вещи, как у нас есть помещение отдельное, тоже муниципалитет представил. Это на оплату коммунальных расходов, на чайные столы, на организацию каких-то организационных, на какие-то, оплачивают организационные расходы, это и расходные материалы. Нам вот предоставляют и технику, недавно вот Лопатинская школа, огромное спасибо и низкий поклон, подарила монитор и компьютер у нас. У нас ветераны не такие отсталые, да, очень активно работают с оргтехникой, поэтому вот они подарили, вот оказывается всесторонняя помощь. И надо отметить, что мы в прошлом году проект нашей ветеранской организации «Молодое», который мы создали, это Совет ветеранов завода «Мосмек». Со своим проектом выиграл губернаторский грант, 190 тысяч рублей. И сейчас на эти деньги мы закупили материалы, важное тоже хочу отметить, материалы для плетения сетей, маскировочных. У нас активно, наши ветераны, надо отметить, что не просто участвуют в военно-патриотическом воспитании, но и участвуют в оказании помощи нашим бойцам СВО. Это ветеранская организация «Совхоз имени Ленина», это ветеранская организация «Мосмека» нашего, «Москокса», это ветераны «Володарки», ветераны «Молокова», которые активно собирают не только ту помощь, которая требуется бойцам, от носков там и каких-то принадлежностей, до сбора денег. Но и делают маск-сети, не только маск-сети, делают, допустим, костюмы леший, если вы понимаете, для маскировки, окопные свечи. Вот у нас активно вот эта работа ведется во всех ветеранских организациях. И каждый месяц, и каждую неделю, каждую неделю, и каждый месяц мы вот эти все материалы, и окопные свечи, и маск-сети, и костюмы, которые изготовлены руками наших ветеранов, передаем на фронт. Вот такая тоже работа ведется. Сергей Сергеевич, помимо официальных властей, большую помощь вам оказывают и многочисленные друзья Совета. Мы неоднократно сами снимали сюжеты. Очень много друзей у вас. Это и среди бизнесменов, и просто неравнодушные жители муниципалитета. Давайте немножко тоже об этом расскажем. Ну, вы знаете, вот огромное спасибо, конечно торгово-промышленной палате. Ну, вообще, если честно говоря, вот я сколько, и мои товарищи, и я, вот ни одного нашего обращения в какой-то помощи, да, оказания ветеранской организации, не было ни отказа, было понимание и всесторонняя помощь. Как таковые, ну, я не хотел бы на деньгах останавливаться, но, допустим, я привожу примеры, такие, ну, в печальной сфере, допустим, похороны, да, опять же, да, если мы хороним какого-то одинокого человека, либо еще что-то, то соответствующие коммерческие организации идут навстречу, да, и мы можем проводить человека очень достойно. Допустим, мы организуем какое-то мероприятие в Совете ветеранов, чайный стол, собрание, допустим, тех же самых малолетних узников фашистских концлагерей, либо тех же самых жителей блокадного Ленинграда, все вот эти вот организации чайного стола, выступления, культурная программа, все это предоставляется, естественно, на безвозмездной основе и с участием наших коммерческих организаций, да, предпринимателей, и с участием администрации. Ну, конечно, отдельная торгово-промышленная палата, здесь, да, и здесь и какие-то наборы, здесь и подарки, причем, которые постоянно ко всем дням воинской славы и всем категориям наших ветеранов, да, это и узники, и труда, и жители блокадного Ленинграда, ну, естественно, первые это фронтовики, в общем, как-то так, то есть, да, мы здесь не чувствуем себя какими-то покинутыми, вот, то есть, внимание к нам, ну, и мы как бы их тоже благодарим, вот, как можем. Ну, а что касается, вот, допустим, и по отраслевому признаку, допустим, первичная организация Москокс, первичная организация Мосмек, здесь отдельная помощь и администрация этих предприятий, именно и наша ветеранская организация, но и организация работы своих первичек, они их постоянно собирают, они с ними постоянно на связи, они организуют и собрания, и культурные мероприятия, опять же, и администрация, и наши предприниматели оказывают поддержку даже в таком вопросе, как, допустим, предоставление транспорта. Вот только сегодня поехали на выездное заседание Совета ветеранов, наш ветеранский актив в поселок Володарку, с посещением могилы Героя Советского Союза Духова. Там же проведут и собрание выездное, и экскурсию по храму, и посетят могилу. И много таких поездок, практически география по Московской области. Мы ездим. Много очень замечательных мест. И мы периодически просим оказать нам помощь в транспорте. И помощь ни одному отказа не было. Ни одного. Замечательно. Сергей Сергеевич, спасибо за интересную беседу. Спасибо за ваши добрые дела. А я напомню, что на студии был председатель Совета ветеранов Ленинского городского округа Сергей Бойков. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова